2 сентября было обращение президента там очень много внимания было в этот раз уже для культуры те льготы, которые есть в образовании, в здравоохранении, оно должно быть и в культуре социальные льготы, потому что у нас самая низкая зарплата в культуре у нас работников поэтому хотя всю красоту в нашей жизни делает наш культ работник любой концерт, любой праздник не обходится без культ работников без наших артистов, солистов, филармонии, самодеятельность наших, в районах много работы делается и конечно много внимания уделил молодежи молодежи это те, которые должны продолжать дело президентом Ельбасы так что за вами и поэтому когда у нас первая встреча была, когда вопрос встал о молодежи я так подумал, думаю, ну молодежи кто, те люди, которые в центре внимания, те, которые проводят сами организовывают, и сразу, когда у нас на слуху, сразу же это был отколевый ученик школа Мауленова, КГП, лидер молодежи, вся КГП, КГУ, молодежь возле него была и те ребята уже, которые возле него были, они уже сами стали в своей среде лидерами ну Женя Сотникова, Женя Сотникова, Женя Сотникова, ни один праздник Костаная и даже Республика Казахстана без него не обходится это, во-первых, он и ведущий, телеведущий, организатор, режиссер, продюсер то есть вот в одном лице, те ребята, у них все, казахи в России, когда-то мы с Абайом Ирханом работали в трех-четырех-пяти местах, все говорили, как вы успеваете я говорю, мы не успеваем, нас просят, поэтому не отказываемся, мы идем помогать даже сегодня у них три мероприятия расписано у Жени сегодня же, работа заканчивается, только в семь вечера даже открытие турнира Матвиенко, и потом только он домой пойдет а потом еще банкет то есть это, ребята, без вас я вот лично как вот это вот наш коллектив, Москва Центра Народного Творчества все культурные мероприятия, области без нас не обходятся мы вас привлекаем, ты и нам помогаешь, Женя, да и недавно и Булат помог тоже так же поэтому без вас никак, филармонита, концерт дает, театр, свой спектакль стает а мы вот, как говорится, широка душа, мы все поэтому без вас никак, вам пожелаем удачи творчественного а мы, как говорится, послание президента было сейчас вот небольшие вопросы наших девчонок о себе расскажете, и потом дальше продолжим, да? Булат старший? я переведу я переведу то, что там касается Жени, девушка да, Женя, да, Женя тоже непосредственно касается говорит, чтобы наша молодежь стала еще круче что еще надо? надо запретить интернет ну или, по крайней мере, элементированно давать мне нравится твое вот это селенно-корейское настроение в этом году, например, мы реализуем проект в этом году, например, мы реализуем проект в этом году мы реализуем проект золотая книга молодежи уже традиционно мы уже третий год подряд его организовываем ежегодно там в этом году заявок, могу точно сказать, что 140 с чем-то около 150 заявок со всего района, со всего области со всего области из них отбирается 10 лауреатов а в второй раз можно попасть? в конкурс второй раз невозможно попасть и один человек не может в один год подаваться на две номинации только на одну номинацию и вот со 150 молодежи а остальных ребят мы ежегодно вносим у нас есть отдельная книга книга активная лучшей молодежи в нашей области золотая книга молодежи ежегодно пополняется 10 лауреатами в том году было 11, потому что в номинации молодой герой два человека сделали героизм поэтому мы их обоих наградили в этой номинации а чтобы молодежь стала еще лучше надо просто примером своим и показывать, что если ты работаешь и добиваешься от успехов, то можно и чего-то там да еще могу сказать, что я же еще похоже 4-х детей да, поэтому как бы лучше, чем что-то говорить надо с личным примером показывать надо работать надо работать с моим оппонентом согласиться да, нет, я встаю мы выбираем мы это кто? а, да, правильно говорит ежегодно у нас получается да, председателем всего оргкомитета является у нас Марат Жендувай и и ежегодно утверждается до конца октября комиссия лауреата золотой книги молодежи со стороны культуры в этой комиссии Ерлан Болотович присутствует ну вот так же с каждого направления компетентные люди профессионалы точно так же общественные деятели и как бы лидеры до какого уровня там получается в этом году около 14 15 человек комиссии ну включая секретаря 39 до 40 лет теперь уже с 14 до 29 лет её вот смужение молодежи но в этом году мы с комиссией внесли положение чтобы 29 было включительно хотим в следующем году подать предложение чтобы для номинации мед медицина и молодой госслужащий чтобы включили до 35 лет потому что они 9 лет только учатся в медицине и чтобы достичь каких-то достижений они просто не успевают до 29 лет вот такие сколько лет ты уже здесь? я здесь вырос с какого класса ты уже на сцене с какого класса на сцене вот этот вопрос я бы хотел зафиксировать потому что у меня тоже есть такое я не получил тоже ответ я не помню я вот так же я вот помню я вот помню я помню венгерская молодежная клуба она делала экскурску в Эдвард Спионера туда-сюда я туда попал в классе 7-8 скромный мальчик я никогда не отличался самому сообразительностью но закончил музыкальную школу у меня 4 года бальных танцев две бронзовые медали в Челябинске я взял по спортивным бальных танцам по латиноамериканской программе в Европейской в Европейской четыре года бальных танцев я думал ты этот скажешь а фактически помнишь? да она замужем за другим бросила меня потом дальше потом после этого пошла я разговаривался получилось очень много опыта работы профи Лена Владимировна Ленгерская дело профи мы помогали в организации тогда я в это все погрузился и понял что это интересно да и можно даже чем-то поживиться заработать бабки кстати, профи этот исчез, да? конкурс? да вместе с Ленгерской не, Ленгерская осталась но тем не менее профи хороший уже был да, хорошая сколько людей через него выросли и повара и ведущих ну, мы среди молодых рабочих да, среди молодых рабочих ну, хороший проект почему бы будет можно даже делать почему бы будет главный спонсор Филип Морис Казахстан они были да но потом из-за того что они писали это все дело спонсировать и до свидания может им запретили закон сигареты не могут ну ладно дальше больше потом Петрова у меня заметила когда мы играли в одиннадцатом классе спектакль вечера на худре при стеканьке я играл роль Чуба в одиннадцатом классе я получил главную мужскую роль тогда вот еще шек мне вручал награду молодец красавчик шек 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 ну ты даешь мне просто с твоей жизнью можно все вот и потом дальше вот пошло 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 радио телевидение на данный момент я работаю я работаю на радио КН веду новости Казахстан Кустанай и в театре я играл главную роль в русском драматическом театре главную роль был проект такой что вот один человек пришли да и все профессиональные актеры а я один человек который как бы ну да любитель это такое режиссерское да и вот так вот мы четыре месяца репетировали и была премьера сейчас этот спектакль сняли а почему ну не знаю время проходит уже ну да да это было года три-четыре назад ну и с тех пор как бы все нормально все хорошо как бы и кабель телевидения проекты всякие кабель сетеку знаю вот наконец-то мы начали снимать все в прямом эфире День города смотрели это наша идея поддержал Акима дал денег и мы вот снимали Ден Солина каждый год мы снимаем мы даем прямой эфир в каждом городе каждый год он 31 декабря на площади на площади мы в этом уже ну третий год уже ну до этого еще там 2-3 года мы 31 декабря мы с традицией мы с друзьями ходим не в баню а на площадь центральную ну Женя нам помогает знаете да в золотом микрофоне он ввел номинацию инстаграм ну уже два года мы это применяем и это интересно люди смотрят в прямом эфире и голосуют это хорошая идея это же международный надо же выходить а так мы раньше своим соком варились а сейчас он нас удивил то что мы заходим до камеры смотрят много и нам прорабы читаем регистуры Сотников Герсиков там сразу ничего себе Сергеевич вот замена готовится то есть третье место города вот я вот на экран хочу сказать так чтобы записали вот получается как получается город защищает самоделец города культуры не заведующего отдела культуры нету а на Петрову и Сотников вдвоем вытащили город Костанай на третье место это благодаря двоим да это Петрова Сла Николаевна это танка я скромный поэтому получается уже режиссерская работа я думаю у нас в мире 5 прохожие часто приглашайте режиссера пригласили я пришел да ну скажи 8 марта мы которое делали организовывали для кстати нам дали все возможности все карты нам дали в руки идите делайте это было год назад да с участием Акима они сказали все мы вам верим все делайте как скажете так и будет мы даже некоторые на грани потом даже которые они пришли в управление культуры сомневались ну блин там надо было прямо спеть и последний куплет прать ему области они такие ну блин стоит не стоит а че мы говорим вы нам дали все давайте не мешать и зато когда мы эти куплеты они прямо все вот так сидят можно опа-на ничего себе не нормально потому что маркс конспорт у нас такое любит но общество он рискует не может правильно потому что ничего такого нет по идее ну поэтому он говорит давайте что-то новое интересное сколько можно уже а сценарий пробовали писать Була с удовольствием может писать приглашайте его делать он пишет грамотно а я нет нет ты на готовые я на готовые ну как это у Петрова работает нет Петрова писал Петрова который человек который сам сценарий пишет после конденсии она взялась там можно не подходить только вот так бери и глотай и работай у нас чуть-чуть КВМ стиль писать сценарий да мы хотим молпой приходим просто мозговой штурм все накидывают ну скажи мы хотим еще сказать чтобы было чуть-чуть смешно хотя бы но это нельзя к сожалению недавно было мероприятие скажи как называется все женщины сбор матерей приезжал недавно а да ну там совсем у Казахстана приехали там женщины и дали мне вот вечером банкет в Тоболе вот тебе сценарий веди ну там ерунда ну там написано так же нельзя с женщинами разговаривать и ты приходишь два слова взял отсюда и дальше пошел от себя уже и смотришь как бы начинаешь импровизировать приходится часто импровизируете регулярно по характеру публики если смотрят не импровизировать когда связано с руководством области а это ни в кофе там рисковать нельзя там вплоть до точки ну мне повезло в свое время мы тоже в одной сцене выступали да было время ну как тоже выступали у нас гроши читали и есть да в то время даже это сколько лет назад да в то время микрофона не давали все давай вперед только там вот только там а сейчас на 3 спасибо вам большое за приглашение общие фото давай до новых